В Одессе 4 часа дня в прямом эфире седьмого канала новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Страшная авария произошла в самом центре Одессы. На улице Водопроводной, прямо напротив трамвайного депо, под вагон попал маленький ребенок. На месте аварии побывали наши корреспонденты. Трагедия ценой в маленькую жизнь. Водопроводная напротив депо. Здесь, как и всегда, прямо возле трамвайных путей запаркованы автобусы. Из-за одного из них выбежал двухлетний ребенок. Девочка увидела в парке новую игровую площадку. Правда, до вожделенной цели она не добежала. Маленькая тельца подмял под себя многотонный вагон. Девочка выскочила из-за запаркованной грузовой машины буквально перед вагоном. Вагон остановился, но был удар об эту боковую переднюю часть. По словам должностных лиц гор электротранса, наезда на ребенка не было. Он просто ударился. Она набежала на правую переднюю боковую часть уже практически останавливающегося вагона. То есть, как самого переезда, наезда передней частью на тело ребенка не было. И не было, естественно, и переезда колесами. Правда, по словам очевидцев, девочку буквально вытаскивались под трамвая. С рваными ранами и переломами ее забрали в детскую областную больницу. Но травмы оказались слишком тяжелыми. Девочка умерла от болевого шока. Девочка была доставлена в больницу с различными переломами. И от болевого шока она умерла. В тот же день, около шести часов вечера. Час в причинах трагедии разбирается следствие. Правда, ребенка родителям это уже точно не вернет. В момент трагедии мама находилась всего в двух шагах. Сергей Бандур, Александр Полуев, Константин Гак, Валентин Мирза, Константин Лужневский, Седьмой канал. Небрежность, закончившаяся жуткой аварией. На трассе Одесса-Киев на въезде в Одессу внедорожник Акура насмерть сбил человек. Удар был такой силы, что его буквально разорвало. По словам работавших на месте событий патрульных, части тела жертвы раскидало в радиусе 50 метров. Со стороны Киева в направлении Одессы двигался автомобиль Акура, водитель которого произвел наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном месте. Напомню также, что там есть ограждение, которое препятствует в принципе движению пешехода. Удар пришелся прямо по центру автомобиля. С учетом того, что средняя скорость на данном участке трассы около 120 км в час, а джип наверняка шел быстрее, шансов выжить в такой аварии просто нет. Причина трагедии – небрежность пешехода. Чтобы попасть на проезжую часть, ему пришлось перелезть через бетонный отбойник. И в продолжение темы. Разлетевшиеся метров на 50 обломки, искореженная афишная тумба, иномарка на металлолом и два человека в больнице. Такой печальный итог ночной аварии на проспекте Шевченко возле дворца Спорта. Водитель Део Ланус решил погонять, но явно переоценил свои силы и возможности автомобиля. Водитель автомобиля Део двигался со стороны площади 10 апреля на закруглении возле дворца Спорта, не справился с управлением, произвел наезд на препятствие столб. В результате чего приезжали и сотрудники МЧС, и сотрудники патрульной полиции, медики, водители, пассажиры доставлены в больницу с травмами, материалы оформлены, ведется следствие. Удар был такой силы, что буквально разнес автомобиль. Одного из пострадавших зажало в металлических конструкциях. Чтобы оказать ему медицинскую помощь, спасателям пришлось вырезать его из машины при помощи специнструментов. Драка. Слезоточивый газ и стрельба. Так прошла ночь на воскресенье в одном из ночных клубов Одессы. Около трех часов в здание на Екатерининской попытались войти трое военных. Мужчины были выпивши, охрана их не пустила. В ответ один из несостоявшихся клиентов достал травматический пистолет и открыл огонь. В результате возникшей подтасовки у секьюрити, рана от резиновой пули, у военных переломы и ушибы. Один в меньшей степени пострадал, два остальных там у него, у одного перелом, фаланги левой руки, а также ушибы различного характера. Такие инциденты в заведении не редкость. В апреле этого года похожий случай произошел с сотрудником областной прокуратуры. Напившись, надзорщик устроил в ночном клубе дебош и угрожал расстрелять охрану. Прокурора пришлось успокаивать слезоточивым газом. Вскоре после пьяной выходки его уволили. Хорошо, что пришел. Пришел сейчас Стоянов. Стоянов. Пришел сейчас прокурором области. Поверь мне, друг. Стоянов. Тебе, б***ь, б***ь. Просто, просто, просто. Стоянов. На Одесской таможне внедряется уникальный эксперимент. Грузы будут оформлять по упрощенной схеме. Всего за полчаса вместо прежних четырех. Руководством таможни уже подписан меморандум со всеми службами контроля, участвующими в оформлении грузов по принципу единого окна. Все подробности нововведения в следующем сюжете. Простей в портах коштует дорого, час в портах коштует дорого. И для того, чтобы сделать так, чтобы эта постанова про единое окно працювала и была интересна для бизнеса, для компаний и реально экономила час и кошты, мы подписываем меморандум. Теперь, чтобы оформить груз на Одесской таможне, не нужно обращаться во все контролирующие службы. Достаточно один раз загрузить в информационную систему данные о товарах. Это ускорит их пропуск и уменьшит коррупционные риски. Оперативно пройти все необходимые для оформления процедуры контроля можно всего за полчаса. Вместо этого ходения по службам, когда ты ходишь и каждый папирец подписываешь, что ты держишь какой-то штампик, этого уже не будет. Это все будет происходить электронно, через электронную систему. И достаточно будет просто завантажить свою декларацию. И далее уже этот процесс будет происходить автоматически. Оформление таможенных деклараций будет контролировать мониторинговый центр. Основная цель упрощенной схемы – привлечь как можно больше бизнеса в Одессу. Переход на электронный документооборот откроет новые перспективы для таможни и для предпринимателей. По факту 4 часа контролирующих органов и 4 часа таможни на принятие решения составляют в сумме 8 часов. И это сейчас тот показатель, который является неконкурентоспособным. Подписание этого мирандума является одним из тех элементов, которое будет способствовать создавать условия бизнесу, саму переходить на электронный документооборот. Одесса первая в Украине запустила подобный проект. Глава таможни Юлия Марушевская надеется, что к меморандуму присоединятся и другие города. Юлия Федорова, Игорь Казанжи, 7 канал. Дерусификация и европейский сервис. Укрзалезный циат ремонтирует 100 пассажирских вагонов и проведет бесплатный Wi-Fi. А еще декоммунизирует название станций. Их переведут на украинские и английские языки, как и все билеты, информацию на табло и всевозможные объявления. Все работы намерены закончить до нового года. Цего года капитально отремонтуемо до 100 пассажирских вагонов. На наступные 200. Сучасные, с вакуумными туалетами. Будут внесены изменения к стандартам. Отдумываемся от подушок на пире и ковдер в пилюце. Будет введен европейский сервис, который полностью отвечает гигиене и безопасности. Цікава особенность. Как только отказалась от коррупционных схем при закупке миючих розчинок, сразу стало возможным отмить вагоны от многократного бруда. И так снимем феранки, или, как кто-то их называет, занавески. Выключно ролеты на векнах. С начала этого года в Одесской области побывало 5 миллионов туристов. Такое количество гостей удалось подсчитать с помощью мониторинга мобильной связи. Данные предоставил один из трех крупнейших операторов Украины. Согласно информации, в мобильной сети зарегистрировалось более 2 миллионов абонентов из 23 областей нашей страны и более полумиллиона иностранцев из 114 стран мира. Согласно рейтингу регионов, из Киевского к нам приехало наибольшее количество туристов, почти полтора миллиона. Далее идут Николаевская, Винницкая, Днепропетровская и Львовская области. А вот наибольшей популярностью наш регион пользовался у граждан Молдовы, Белоруссии, Израиля и Германии. А также, несмотря на военный конфликт, к нам приехало достаточно большое количество жителей из России. Найти нужную клинику, узнать цены и записаться к врачу. Теперь это можно сделать за считанные минуты онлайн или по телефону. В Одессе заработал всеукраинский бесплатный интернет-сервис онлайн-записи к врачу Ликарни. Его создатели надеются побороть очереди в поликлиниках и тотальную коррупцию. Ведь пациент получает информацию о реальной стоимости медицинских услуг и качестве работы специалистов. Помимо отзывов пациентов, можно увидеть рейтинг врачей и медучреждения в целом. Отравили собак прямо на детской площадке. По словам очевидцев, женщина преклонного возраста дала животным остатки еды возле качели. Буквально сразу две собаки стали биться в конвульсиях и погибли. Все это происходило на глазах детей. Мой ребенок видел, как в судорогах билась собака. У нее шла пена. У нас три собаки дома. Моя дочка очень любит животных. Она стала свидетельной смерти. Мы притащили собаку к ветеринару и спасти ее не успели. Вот это детская площадка. Вот покажите, детская площадка. Там дети играют. На место приехала следственно-оперативная группа. Они забрали тела животных для проведения экспертизы. Сегодня в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии. Для Одесса стандарт метрологии – это повод похвастаться достижениями. Метрологические и испытательные центры – две с половиной сотни работников, 165 тысяч проверенных измерительных приборов и 20 тысяч анализов с начала года. Эти и другие цифры подтверждают значение предприятия для региона. На сегодняшний день Одесса стандарт метрологии – это в нашем регионе самое крупное предприятие, которое предоставляет услуги по поверке, калибровке, средств измерительной техники. Также занимается сертификацией продукции, сертификацией систем качества. И, в принципе, по объему предоставляемых услуг, еще раз повторюсь, это самое крупное, может быть, даже в Южном регионе, но тут я могу ошибиться. Хочется просто похвалить свою организацию. Сегодня предприятие, история которого началась в 1866 году, обслуживает не только Одесскую область, но и другие регионы страны. По случаю профессионального праздника в коллективе отметили лучших сотрудников и ветеранов предприятия. Группа «От Орвальд» привезла в Одессу новый альбом «Наши люди всюды». Концерт прошел в рамках всеукраинского тура в поддержку новой программы, самого масштабного за 10 лет существования команды. Группа, которая принимает правила игры украинского шоу-бизнеса, но в то же самое время выросла в гараже. И нам сложно постоянно, потому что мы как бы прекрасно понимаем, что развитие конъюнктурное, то есть оно возможно только в том случае, если ты будешь принимать правила игры. Новый альбом, по словам лидера группы Жени Галича, дался нелегко. Они экспериментировали со звучанием и с текстами, добавили элементы электроники. Никто из членов коллектива не играл такую музыку раньше. Я точно могу сказать, что за последние 10 лет мы ни разу в жизни не соврали друг к другу. Вот каждый раз принимая какое-то решение внутри коллектива, мы не игнорируем творческие порывы друг друга. Сегодня Аторвальд называют самой популярной фестивальной группой Украины. Концертный тур «Наши люди всюды» будет продолжаться непрерывно полтора месяца. Музыканты проедут более 12 тысяч километров и представят свой новый альбом в 22 городах нашей страны. Пока у нас на этом все. Следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте, в твиттере и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Увидимся с вами в 18.00. Хорошего дня. Оставайтесь седьмым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова